революционной повстанческой армии. И сам Пауло, теоретик генерала Сапата, командовал сводными батальонами пионов-аборигенов Мексики. Франциско Вилья не раз говорил Арзуру. Ты наш, ты сама Россия с нами. Ты своими глазами видел кровь и стоны пионов под гнетом помещиков и американцев. Ты знаешь таких предателей, как Мадера. Ты знаешь ошибки нашего вождя, генерала Сапата. Генералу мешает жажда власти. Он хочет быть диктатором, как Диос и Мадера. Сапата требует, чтобы все мы служили только ему, а не Мексике. И я ухожу от генерала. Я ненавижу диктатуру. Пионы – свободный народ. Я люблю свой народ. Я тоже пион. И Арзур Пауло, уверенный в правоте Франциско, не мог уйти от генерала Сапата. Надо было изгнать коварного диктатора Диоса и американцев. Это было самое важное для Мексики. Да, простой народ Мексики имел мужество идти против наемных войск Диоса. Они умели побеждать батальоны регулярной армии, но не знали, что делать с завоеванной землею, какой установить порядок и власть, исключая диктатуру личности. Кто ему говорил, если ты потерял отца, это большая потеря. Но если ты потерял желание драться за счастье народа, ты потерял все. Кто это говорил? Ах да, Франциско Вилья. Аина спрашивает, какая Мексика? Как в ней, что в ней? Наивная девочка. Разве можно сказать про Мексику, какая она? Человек и то неохватен, а тут государство. Граничит с североамериканскими Соединенными Штатами. Но это необычная граница. Все равно, как если бы рядом с домом беспечного хозяина поселился громила-вор. Большая ли? Длина сухопутной границы 3383 километра. Береговая линия по Тихому океану 7142 километра. По Мексиканскому заливу и Карибскому морю 2855 километров. Столица Мехико. Там и жил Арзур Пало с марта 1906 года. Читал лекции по физике в университете. Удостоен был звания доктора физико-математических наук. Не раз уходил с повстанцами. В Мехико есть дом индустриальных рабочих мира. И он был три года президентом в этом доме, поддерживающем связь с революционерами Латинской Америки. Бывали люди из Европы. Мексика. Где еще дуют такие мягкие ветры, ласкающие землю? Чудесный климат. А в России лучше. Да-да, он, Арзур, родился в Севастополе. А я в Монако. Проговорила Аина. В Монако? Ты в Монако? В Монако. Так получилось у мамы. Арзур Пало усмехнулся. Кажется, я второй раз выигрываю в Монако. Ты был в Монако? Играл в рулетку? Был, но не играл в рулетку. Арзур Пало сказал неправду. Он трижды бывал в Монако, где встречался с неофициальными бельгийскими агентами поставщиков вооружения для армии. Генерал Сапата доверял. Арзур упало. Русской чести крупные суммы для закупки оружия. Арзур Пало скупал оружие и боеприпасы для повстанцев. Бывал и у дельцов Ост-Индской компании, чтобы на ее кораблях перевозить тайные грузы для армии Сапата. И вот в августе 1914 года, когда Россия находилась в состоянии войны с Германией, Арзур Пало в знаменитом игорном доме Монако случайно встретился с русским подполковником Владимиром Юсковым. Нет-нет, Арзур Пало никому не проговорился об этой встрече. Да и можно ли назвать встречей, что случилось тогда в игорном доме у зеленого поля рулетки? Об этом можно написать драму. Такую драму пережил русский подполковник Юсков, помощник военного атташе в Англии. Он совершил преступление, проиграл крупную сумму казенных денег. Ему был доверен секретнейший пакет от самого царя-батюшки на имя Понкаре. С этим пакетом подполковник Юсков должен был с утра явиться в Париж 7 сентября 1914 года в загородную виллу Понкаре. Что было в том пакете, он, конечно, не знал. Ведомо было только двору и, наверное, великому князю Николаю Николаевичу. Пакет доставлен был в Лондон специальным дипкурьером, нарочно минуя, по указанию самого царя, посольства России во Франции. Там же одному из приближенных к Понкаре лицу надо было передать крупную сумму. Более четырех часов Арзур Пала наблюдал отчаянную и страшную игру-игру на бесчестие русского офицера, а он, Арзур, будучи революционером Мексики, в душе оставался русским. И сам генерал Сапата разве не говорил «Русской чести я могу доверить собственную жизнь». И вдруг такое позорище? Колесо рулетки вертелось, шарик прыгал, подполковник Юсков проигрывал. Оставалось всего несколько часов до его визита, а в кармане ни копейки. Как же быть? Какой позор! В долг взаймы тысячу франков. Нет, отказался главный крупье. Можем одолжить пятьсот франков, не сантима больше. Тысячу повторил русский подполковник, хватая себя за горло, и Арзур Пала видел, как салба на нос струился у него пот. В таком он был отчаянник, когда спасает только пуля в лоб. Пятьсот. И тут к подполковнику подошел Арзур Пала. Он отвел его в сторону, поговорил и вернулся к игорному столу. Я буду играть вместо русского, сказал он крупье. Арзур Пала поставил максимальную ставку четыре тысячи франков. Понимал ли он тогда, что шел на предательство генерала Сапата? Самое удивительное, поставил на красное. Все же видели, сколько раз выходило красное. И все-таки он поставил на красное. На что он надеялся? Или потому, что из всех цветов цвет крови был для него самым дорогим? И вот чудо вышло красное. Теперь я ставлю на всю сумму, какую проиграл вам русский подполковник. Главный крупье назвал 13 тысяч франков. Арзур Пала имел наличными 50 тысяч американских долларов. Первый взнос одному из оружейников, бельгийскому подданному. Главный крупье пересчитал франки, и Арзур поставил. Ставлю на зеро. На зеленом поле Мексики сложить буйную голову это не бесчестье, но на зеленом и горном поле проиграть совести это падение. Зеро выходило крайне редко. Колесо рулетки вертелось долго, но, как видно, рог минул его головы. Зеро вышло. За какие-то минуты напряженной игры Арзур Пала возненавидел себя и долго потом не мог простить себе патриотической слабость. Русский подполковник воспрял и готов был снова ринуться в игру, но не таков был покровитель мексиканец. У вас не на что играть, господин полковник, сказал Арзур. Он знал порядок, человека в подполковничьих погонах следует аттестовать полковником. Я не позволю вам поставить даже копейку. Я защищал не вашу честь, а честь России. Извольте пойти со мной. Это сказано было по-русски, что не в малой мере поразило подполковника Юскова и всех крупье. Потом в гостинице, когда хмель буйного азарта, ограничащего с невменяемостью, минул подполковник Юсков, грозился, что он пустит себе пулю в лоб, что он подлец и преступник. Арзур Пала встряхнул раскисшего соотечественника и заявил, что если бы речь шла о каком-то вообще русском, утратившем человеческий облик, он бы не поставил на зеленое поле ни единого песа. Но речь шла о чести России, сэр, и вы это помните. Оставьте самобичевание. Не люблю. И предупреждаю, то, что случилось в игорном доме, навсегда должно остаться между нами. Подполковник Юсков, униженно и прослезившись, просил о вечной дружбе и обещал русскому мексиканцу неизменную верность. Потом они уехали в Париж и вскоре расстались, но не потеряли друг друга. Разве мог Владимир сказать отцу, какие узы связывают его с бунтарем-мексиканцем? И сам Арзур Пала мог ли открыть Аине или кому-другому тайну его отношений с худосочным блондином подполковником Юсковым? Мексика. Закрыв глаза, Арзур Пала видит Мексику с ее богатой и щедрой землею, где так бедно и первобытно прозябают ее друженики-пионы. Сейчас здесь, в Красноярске, Арзур Пала, собираясь с мыслями, анализирует, что же произошло в Мексике. Как случилось, что мексиканская контрреволюция, диасовцы задушили революцию на американские деньги? В феврале 1913 года Уэрто, проамериканец, объявил себя диктатором. Президент Мадера был убит, Арзур Пала еле унес ноги из университета. Уэртовцы разгромили дом индустриальных рабочих мира в Мехико. Два генерала повстанческой революционной армии, Сапата и Франциско Вилья, из-за власти чуть не перегрызли друг другу глотки. Франциско Вилья увел часть войск и присоединился к армии Каранца. Помог ему захватить столицу. Диктатор Уэрто бежал, и в тот же день Каранца объявил себя единовластным диктатором. Вскоре в столицу вошла партизанская армия генерала Сапата, и власть могла перейти в руки народа, но крестьянские вожди Сапата и Франциско Вилья учинили между собой побоище. Трое суток гремела стрельба в Мехико. Каранца тем временем воспользовался столкновением крестьянских армий, собрал силы и разгромил обе повстанческие Курпала, отступил со своим батальоном в штаб Пебра, где и принял бой с помещичьими карательными отрядами. От батальона осталось не более полусотни, и тех пришлось отпустить с миром. Тайно вернулся в Мехико, побывал в университете, собрал свои пожитки, деньги и документы, и на одном из попутных кораблей отплыл в Лондон. И вот Сибирь. Да, он здесь, а шрамы Мексики и генерал Сапата не забыты. Но во имя чего же шла война с апреля 1910 года. Иностранные компании по-прежнему хозяйничают в Мексике, спекулянты и помещики, как и прежде, торгуют землями и недрами, а либералы между тем умничают, утопая в пустословии. И вот революция в России. Пока что ее нельзя назвать народной, буржуазной, если во временном задают тон князь Львов и выхоленный острослов Милюков, а над ними некий Керенский, кто и что он. «Я не политик, в конце концов, мое призвание – физика. Я сейчас могу вернуться в Московский университет», – уверял себя Арзур Пало, утешаясь. Прапорщики Владимир Иванович Акулов и Тимофей Боровиков, искоса поглядывая на энергичного, сидеющего русского мексиканца, невольно подумали. «В какую сторону ударится Арзур Пало?» Они разговаривали в гостиной Юсковых за чашкой чая. «Где теперь генерал Сапата?» спросил Тимофей. «Погиб предступление из Мехико. А Франциско Вилье?» «О судьбе Франциско Вилье Арзур Пало ничего не известно, но армии у генерала нет, разгромлено», – Тимофей сказал. «Если бы в Мексике была единая рабочая партия, такого разгрома повстанческой армии не было бы. Только рабочая партия может привести народ к победе над всякими диктаторами». «Нет, Артур Пало не согласен. Не может быть никакой победы, друг мой, если человек не победит в самом себе эгоизма и жажды власть. В этом все дело, как я убедился на жизненных примерах двух крестьянских генералов. Надо помнить, друзья, прежде чем грянет революция, начинается брожение, недовольство, а потом уже восстание. И оно всегда стихийно. Почему стихийно?» – не понимал Тимофей. «Ну а как же было в 905-м, после шествия народа к его величеству в России?» – напомнил Арзур и усмехнулся. «Слова текут, а дело стоит. Так говорят пионы. Я бы не хотел, чтобы в России на полпути остановилась революция». «Она и не остановится», – уверял Тимофей, как бы подводя черту под разговором. «Займусь-ка я лучше физикой, друзья, если б вы знали, какие нас ждут открытия. Существуют рентгенолучи, ну а там, дальше, физики расщепят ядро атома, и тогда страшно подумать, какая это будет энергия. Если будет время, я вам кое-что скажу о тайнах, куда сейчас уже заглядывают физики. Недавно в Лондоне я разговаривал с одним известным ученым, и он уверяет, что вся энергия будущего в атомном ядре. Знаете ли вы, что такое атомное ядро? Прапорщики помалкивали. Чего не знали, говорить не могли. Да и какое им дело до атомного ядра, если на завтрашний день в гарнизоне назначены митинги во всех взводах, ротах и батальонах трех полков? Аина ждала Арзура в домашней библиотеке. Он же обещался быть после разговора с прапорщиками. И вот пришел, как никогда мрачный, и ногти опусываясь. Что случилось? Приблизилась Аина. Ничего особенного. Кроме одного, меня даже прапорщики не понимают, признался Арзур. Они же совсем малограмотные. Они сама жизнь, ее недра. И если недра меня не примут, тогда мне действительно придется заняться физикой. И кроме того, что еще? Надо собираться в дорогу, в Петроград, в Москву, и как можно скорее. Откуда я пошел, туда я и пришел. Любопытно все-таки, как ее понять жизнь, все ее неожиданности и фокусы. И, положив руки на плечи Аины, спросил, позвольте узнать Аину Михайловну, согласны ли вы быть женой у русского мексиканца Арзура Арсентия Пала Гривы? Такого объяснения Аина не ждала, но не растерялась. Отступила на шаг и, как на церемониале, низко поклонилась ему. Согласна Ваше Величество, сказала она, пряча покрасневшее лицо. Тогда разрешите говорить с вашей матерью? И только с нею предупредила Аина. Вы же теперь все знаете. Так точно, кивнул Арзур Пала. Смею вас уверить, мадемуазель, поскольку вы родились в Монако. Если бы за вами виднелся тяжкий груз Приданова, я бы не сделал вам предложение. Хочу вас взять налегке. Дорога предстоит дальняя. Каждая иголка в тягость. Не так ли? Спасибо. Потупилась Аина. А теперь позвольте вас поцеловать, государыня-невеста. Если мне не изменяет память, это будет наш первый поцелуй, боже мой, кинулась Аина и сама обняла своего возлюбленного. Буду я ждать, когда ты расщедришься. Галдели белые ромашки, юные гимназистки, с коронами на шапочках наподобие ромашек. Старатели во имя ближнего. Они собирали пожертвования в пользу вдов и сирот. На плитчатых тротуарах подтаял ледок. Арзур Палло шел с Аиной, когда их окружили белые ромашки, румяные и веселые, хотя и занимались печальной миссией сбора денег для разнесчастных вдов и сирот. Арзур Палло заметил, что одна из белых ромашек раздавала прохожим какие-то бумажки, кому две, а кому одну. Арзур опустил золотой в металлический ящичек, и белая ромашка, отвесив реверанс, подала ему листок этого звания. Вы раздавали по два леска? Вас тот листок не может заинтересовать, с уверенностью ответила ромашка. Она же видела человека состоятельного, если он опустил золотой. А Аину Юскову узнала, конечно, буржуек в городе по пальцам пересчитать можно. Что ж в том леске, если думаете, что он меня не может заинтересовать? Я собираю деньги в помощь партии. Партий много, белая ромашка. В пользу Российской рабочей социал-демократической партии. Вот вас звание прочтите. Или вам прочитать? Буду рад, если прочтете. Серьезно ответил Арзур Пал. Белая ромашка сперва смутилась, косясь на буржуйку Аину в норковой дошке. Да еще с красным бантом. И на господина в заграничном пальто с бобриком-воротником. В чудных ботинках, с крагами, как у пленных австрияков. Генерал, может, пленный. И, переглянувшись с подругами, стала читать нарочито громко. Российская социал-демократическая рабочая партия, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Во звание, ввиду решительного желания многих членов партии расширить свою деятельность и возглавить организацию, бывший Красноярский комитет Российской социал-демократической рабочей партии, просит всех членов партии и примыкающих принять посильное участие в содействии этому личными взносами и сбором денег среди сочувствующих задачам и целям рабочего класса. Арзур Павло подумал, что ж, для рабочей партии, если она действительно рабочей жизни, не жалко. Но я у вас в городе гости, еще не знаю, что это за партия и чьи она интересы защищает. Хочу верить, что вашими чистыми руками она не берет деньги на грязные цели, а потому охотно жертву. К сожалению, у меня нет русских банковских билетов. Этот билет в английских фунтах. В любом банке обменяет, он обеспечен золотом. Белая ромашка испуганно притихла. Если разрешите, я запишу вашу фамилию. Записывать не надо, но я могу назвать себя. Бывший майор мексиканской революционной армии Арзур Арсентий Павло Гриво. Бывший участник революции 905 года. Все бывший, 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 сам над собою подтрунивал Павло. Белая ромашка, одолев смущение, достала из сумки газету. Сегодня в нашей газете «Красноярский рабочий» мой папа из ссыльных социал-демократ перескочила ромашка и удивленно помигавая договорил. Сегодня опубликовано сообщение об организации Красноярского комитета РСДРП-Б и избрании делегатов в Красноярский совет и комитет общественной безопасности. Избрано по два депутата в Красноярский комитет общественной безопасности и в Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов. И еще пишут, что скоро будет связь с Центральным комитетом РСДРП большевиков. Большевиков прищурился Арзур Павло. Спасибо, спасибо, ромашка. А газета «Красноярский рабочий»? Почитаю. Это первая рабочая газета, которую я получил из ваших рук, вернувшись в Россию из эмиграции. Из эмиграции рдела белая ромашка. Да, детка, из эмиграции, из Мексики. Это очень далеко, очень далеко. И там нет белых ромашек, ни разу не встречал. Там есть девушки-пионки, крестьянки по-нашему, и они очень смелые и отважные. В нашей повстанческой армии они так же, как и вы, собирали деньги для революционной армии, и мы потом закупали на те деньги оружие. Белые ромашки теснее придвинулись к Арзуру Павло, как бы невзначай, оттеснив буржуйку Аину. И в Мексике была революция. Была. Шесть лет повстанческая армия воевала с разными наемными диктаторами, и, как это неприскорбно, потерпела поражение. Поражение. И кто победил? Денежные тузы. Америки, детка. Денежные тузы. Есть такие тузы в североамериканских Соединенных Штатах. Сейчас они посадили в Мексике своего диктатора, карранца, спекулянта и помещика. Это ужасно. Революция не всегда венчается победою народа. Не всегда. А какая там была партия, в этой повстанческой армии, которая воевала против диктаторов? Арзур Павло не ждал столь серьезного вопроса от русской белой ромашки. Точь в точь вопрос прапорщика Боровикова. Не сразу ответил. Какая партия? Партии не было. Была революционная армия, и генералы в армии. Но почему же, почему тянулась тоненькая белая ромашка, глядя на шрамы русского эмигранта из Мексики? Как же без партии? Папа говорит, без партии народ, как слепой в лодке на реке. Утонуть может. Ох, Арзур Павло чуть склонил голову к плечу, вздернул толстые черные брови. Я думаю, ваш отец настоящий революционер. Без партии народ действительно утонуть может в словоблудии либералов. Передайте ему от меня революционный привет. И скажите, что вы встречались с майором мексиканской революционной армии, с бывшим майором. Поправился Арзур Павло. Да-да. И не забудьте еще. Да здравствует мировая революция. И в Мексике, и в Аргентине, и в Бразилии, и на Кубе, и в Африке, и во Франции, и в Англии, и в Германии, во всем мире. Арзур Павло поднял руку ладонью вверх, знак единения мексиканской революционной армии. Аина готова была лопнуть от возмущения. Вот так жених, ничего себе! Они еще не успели повенчаться. Он же согласился повенчаться в соборе, как просила мама. Ох уж эта мама! И вот жених, готов целовать наглую белую ромашку прямо на тротуаре. Еще чего не хватало. Арзур Павло, не подозревая, что творилось с невестою, искал по карманам очки, чтобы прочитать воззвание, полученное от белой ромашки. Очки забыл дома, попросил Аину прочитать. Еще чего вздулась Аина. Арзур Павло удивленно посмотрел. Прошу прощения. Аина смягчилась. Так и быть, дай прочитаю. И сразу же, без перехода твердым голосом. Позавчерашнее. Для меня оно сегодняшнее. Пожалуйста. И чуть посторонившись на тротуаре, чтобы не мешать прохожим, Аина стала читать. Российская социал-демократическая рабочая партия, пролетарии всех стран соединяйтесь к гражданам города Красноярска. Граждане. Старый порядок рухнул. Все видные приверженцы старого порядка арестованы. Образовалось новое временное правительство. Народ в тесном согласии с армией организуется. В городах учреждаются комитеты общественной безопасности. Управление своими судьбами народ берет всюду в свои руки. Необходимо, чтобы процесс организации народных сил шел как можно быстрее. Только организация избавит народ от излишних жертв. Поэтому наше слово к вам, граждане города Красноярска. Организуйтесь. Организуйтесь спешно в профессиональные союзы. Посылайте своих депутатов в Совет рабочих депутатов в Комитет общественной безопасности. Власть из рук приверженцев старого порядка должна быть немедленно взята и передана истинным представителям народа. Граждане, мы призываем вас спокойно и серьезно отнестись к событиям. Сознайте свою силу и не тратьте ее на неорганизованные выступления. Граждане, нам предстоит пережить тяжелое время. Старое правительство расшатало все устои народной жизни. Необходимо исправить все это. Нужно внести порядок в тот хаос, который остался нам в наследство от старого порядка. Стоящее сейчас у власти правительство может считаться только временным. Народ должен немедленно приступить к организации правительства действительно народного. Это правительство может быть организовано только учредительным собранием, избранным всем народом, в тылу и на фронте, всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием. Это собрание истинных и действительно народных представителей вырабатывает новые порядки управления Россией на основах отвечающих интересам демократии. Граждане, второе наше слово к вам – призыв к борьбе за учредительное собрание. Да здравствует революция, да здравствует учредительное собрание. Инициативная группа членов Российской социал-демократической рабочей партии. Покуда Аина читала, собралась кучка народа, человек 15, чиновники и мещане. Один из чиновников, наверное, знавший Аину Юскову, но незнакомый с ее важным спутником, доверительно сказал. «Эта партия к добру не приведет». Насквозь из жидов. Артур Пало оглянулся. «Из жидов?» Знакомый голос. В 905-м еврейские погромы устраивали черносотинцы с такими же голосами. «Вы не из их союза». Чиновник отступил. «Это же Мансуров из банка». «Революция еще только начинается», – подумал Пало. «Хотел бы я встретиться с лидером этой партии Ленина. Он должен вернуться из эмиграции, должен, в такое время быть за пределами России нельзя. И он вернется, конечно. Надо спешить в Петроград. Может отложить это дикое венчание». И метнув взгляд на Аину, вздохнул, ничего не выйдет. «Как я мог согласиться на венчание, революционер? Это же непростительная слабость. Во всяком случае, не в соборе. Нет, нет. Пусть в какой-нибудь церквушке, да поживее я». И далось же им это венчание. С неудовольствием вспомнил позавчерашний разговор с матерью Аиной. Евгения Сергеевна прослезилась, когда Арзур сделал предложение ее дочери. Как она беспокоилась. Столько было женихов, и всем Аина указывала от ворот по ворот. Даже сыну Петра Ивановича Гадалова и Новожилову из Новониколаевска. «Лучше останусь старой девой, чем повенчаюсь с этой мордой», сказала про Новожилова. И вот, слава Богу, как будто с неба упал жених, да еще какой. Владеет четырьмя языками ученый и революционер. И не без гроша в кармане. Чего же лучше? И отца Арзура Пала знала, встречала в Минусинске эдакий чудак, а яблоки вырастут в Сибири, и помидоры, каких во сне не видывали чалдоны, и даже липовую аллею в собственном саду. Выезд имеет не хуже Юсковского тройка рысаков. Правда, Арзур Пала предупредил, что доктор Грива не родной ему отец. Но он считает его подлинным отцом. Давно еще доктор Грива взял на воспитание двух сирот. Он подобрал их в Севастополе. Старшему брату Арсентию было тринадцать, а младшему Гаври три года. И он, великодушный доктор Грива, воспитал их, вывел в люди. И все-таки Арзур Пала не собирался навестить отца в Минусинске. Я же не был в Минусинске. Старику я послал письмо из Лондона, и он знает, что я жив-здоров. Если сейчас приехать к нему и тут же уехать обидеться, вот вернемся из Петрограда тогда. Но причина была совсем другая. Не мог же он сказать отцу, что столько лет брался в Мексике за свободу народа и вынужден был бежать, как вор тайком на английском корабле. Ничего другого я и не ожидал, проворчал бы отец. Как еще голова уцелела, удивляюсь. Лучше бы ты был физиком и не совался ни в свое корыто. Придет время, и он еще встретится с отцом. И, кто знает, может, не с поражением, а с победой. С Почтамского на Воскресенскую вышел взвод солдат. Поближе к тротуару шли знакомые прапорщики Акулов и Тимофей Боровиков. Увидев русского мексиканца Саиной, Тимофей что-то сказал Акулову и шагнул на тротуар. Здравия желаю, гуляете? Арзур Пала утмехнулся. Митинги проводим. Митинги покосился Тимофей. Это что, красноярский рабочий сегодняшний? Читали? Нет еще? Помолчал, приноравливаясь к шагу Арзура. Там одно сообщение напечатано. Прочитайте обязательно. Читали? Арзур ответил. Партия начинает действовать. С такими действиями я не согласен. Послано по два делегатора в Совет рабочих и в этот комитет общественной безопасности. Так в чем же дело? Как вы не понимаете, наша партия рабочая и программа у нас определенная. Никакой сделки с буржуазией. А кто во временном? Буржуазия. Тузы капитала. Их с помещиками водой не разольешь. Этот Радзянко. Знаете, какой он помещик? О, и князь Львов, и все они. А Гучков? Он приезжал к нам в Смоленск. Видел же, что дивизия Лопарева вышла из кошеля. Двух полков не собрать. А он три часа орал. Солдатики, братцы, убивайте, убивайте немцев, убивайте. Он других слов не знал, этот Гучков. И он во временном. Что же он, против войны будет говорить? За власть народа ждите. Забывшись, Тимофей сплюнул и, взглянув на Ину, готов был провалиться сквозь землю. Так что же вы предлагаете? Тимофей выдержал сверлящий взгляд. Русского мексиканца ответил. Никаких делегатов в комитет КСР Крутовскому. Ни одного. Это меньшевики у нас орудуют. Заблудились трех соснов. Но большевики сумеют отстоять рабочую партию. У нас вся сила в Совете рабочих, солдатских и казачьих депутатов. И партийный комитет должен поддержать только Советы. Как же Комитет общественной безопасности? Кому он подчиняется? Временному? Керенскому? Так что же, вы против Временного правительства? В корне. С буржуазией, с СССРами, кадетами, меньшевиками и всякими соглашателями нам не по пути. Нашей партии большевиков, говорю. Арзур Павлов подумал. Самоизоляция? Никакой изоляции. Мы же рабочая партия. И рабочие с нами. А кто солдаты? Те же рабочие и крестьяне. Ни одного буржуйского сынка в солдатской суконке нет, точно. С солдатами нам жить и работать. С ними, а не с Комитетом Крутовского. С кем он Крутовский? С буржуазией. С Гадаловым, Чевелевым, Востротиным, с генералом Коченгиным, с атаманом Сотниковым, которые сейчас на стену лезут и совершенно не признают Комитеты солдатских депутатов. Не по нас Дрянгим? Это что-то новое. Признался Арзур Павлов. Похоже на двоевластие. С одной стороны, Комитет общественной безопасности, с другой Совет солдатских депутатов. Так и есть по всей России. От фронта до Владивостока. И Советы, и Комитеты. Но самое революционное это Советы. Как было в 905-м. Слышали? Еще бы, Арзур Павлов, участник 905-го, конечно, знает, как были созданы Советы рабочих и солдатских депутатов. Но они недолго продержались, были жестоко раздавлены. Сейчас не раздавят, если большевики будут работать с Советами. Иначе как же? Кто куда, что ли? Есть здесь настоящий большевик, Белопольский, из пролетарии. Он прямо говорит, что наш партийный комитет допустил грубую ошибку. И мы будем прямо говорить об этом, и драться будем. Меньшевики-интернационалисты сейчас маневрируют. Есть такая группка всепрощенцев, сколачивающих дом без углов и крыши. Фантазиями занимаются. Арзур Павлов спросил. Но ведь комитет признает Советы. Попробуй не признай. Кивнул Тимофей, и папаха его съехала на затылок. У наших Советов линтовки с привинченными штыками и подсумки с патронами. Видели взвод? Мало, полки выведем. Но они хитрят, комитетчики. Выжидают момент, чтобы раздавить Советы и захватить власть. Знаете, что происходит в казачьем войске Сотникова? Самоизоляция, как вы сказали, никаких Советов. Хоть сейчас готовы шашки наголо и рубить-рубить. Кого рубить? Советы. Революцию. Так ли? Точно. И что ждать от буржуазии? Чтобы сама разбуржуазилась? Заводы, фабрики и капиталы отдала народу? Пожалуй, он прав, подумал Арзур. От буржуазии добра не ждать. Сама себя не ликвидирует. Так же случилось в Мексике. Шесть лет гражданской войны. А помещики взяли верх. Таких прапорщиков не было в Мексиканской революции, признался Арзур. Тимофей смутился, пробормотав, что таких немало в гарнизоне. Сама революция учит. Суровая академия. У нас сегодня заседание исполнительного комитета Совета. Приходите. Со взводом на заседание Совета? Ну а как же, иначе нельзя? Говорю же, атаман казачьего войска. Начинает хитрить. Приготовили похороны к заседанию Совета. Похороны? Тимофей взглянул на часы. Начались уже. И Саула Могилева с жандармским ротмистром Трусковым. И с женою Трускова. И с его сыном. Четыре гроба сразу. Могилева при побеге застрелили. Ротмистр Трусков сам себя прикончил. И записку оставил. Россия гибнет лучше смерть, чем власть жидов. И уголовных преступников, освобожденных из тюрем. Граждане, опомнитесь. Всех честных людей России ждет насильственная смерть от рук разбойников. И всякое такое, подходящее для жандармов. Я его помню Трускова. Измолотил меня в тринадцатом году при допросе. Думал, сдохнул. Месяц в тюремной больнице отлеживался. А вот теперь, видите, когда сама земля ушла из-под ног. И жену отправил на тот свет. И гимназиста сына. А потом себя. Чисто сработано. По-жандармски. Алина злилась. То белые ромашки захватили Арзура Пала, то прапорщик. Хоть не выходи на улицу. И никакого к ней внимания, как будто ее нет. Хамство и больше ничего. Прапорщик, а воображает о себе. Как будто он лидер партии. Терпеть не могу нахалов. Из хамов хам. Прапорщик все-таки заметил Аину. И, обращаясь к ней, спросил. Дома ли, Дарьюшка? Где же ей быть? Вздула губы Аина. Тимофей еле промигался и ушел. Мужелан. Ты злая, детка. Терпеть не могу хамов. Прапорщик. Голова у него крепко привинчена. Если бы в мексиканской революционной армии были такие прапорщики, народ выиграл бы революцию. Самое главное для революционера не спутать адреса друзей и врагов. А это очень важно. Не спутать адреса. Ну а теперь пойдем домой. Надо подготовить выступление на совете. Речь. Что-нибудь придумаю и, помолчав, прислушиваясь к собственным хрустящим шагам. Надо же разобраться в собственном умственном хозяйстве. Я буду твоей секретаршей, майор. Быть посему, хотя по законам совести и революции это нечто сродни эксплуатации. Эксплуатируй. Махнула рукой Аина. Чему быть, того не миновать. Терпеть не могу третьего лишнего. Все зависит от тебя, детка. Не зови меня деткой. Ну а если ты совершеннолетняя и принимаешь революцию, то и прапорщика должна принять. Он настоящий парень. Аина примолкла. Ей тоже надо пересмотреть свое умственное хозяйство. Если Арзур Пала со своими шрамами и рубцами в сердце требует, чтобы она поняла и приняла прапорщика. Сделай так, как ты хочешь. Делай так, как подсказывает тебе сердце. Совесть и здравый рассудок. Уточнил Арзур Пала. Трубная стонущая музыка. Черная, мутная, клокочущая толпа запрудила театральный переулок, закрыв подступы к двухэтажному каменному дому, где должны были собраться депутаты солдатских казачьих и рабочих советов, на свое первое заседание исполнительного комитета Красноярского совета. От Благовещенской улицы по Театральному текли люди, переливаясь через Воскресенскую. Взвод солдат, щетини с штыками, остановился на перекрестке. Прапорщики Акулов и Боровиков совещались, как им быть. Главное не поддаться на провокацию казаков и долгогривых семинаристов в черных сутанах допят. И сколько же тут собралось обывателей, только не было милиционеров. Комитет общественной безопасности. Оно и понятно, недавно созданная милиция, оглядываясь через левое плечо на попранную полицию, его императорского величества еще не уяснило, как ей поддерживать порядок в городе с царствующим двоевластием. Кого миловать, а кому под микитки насовывать. Побьешь совдеповца, похвалят комитетчики, прижмешь комитетчика, похлопают по плечу совдеповцы. А не лучше ли ни тех, ни других? И милиция каждый раз, если возникали митинги, шествия, отсиживалась по бывшим полицейским участкам. Так покойнее. Гроб с телом Ясаула Могилева, убиенного разбойниками, вынесли из ограды под трубный рев духового оркестра и установили на двух столах возле ворот. Знамен не было, хорубей также. Но ораторы нашлись. Один за другим вылезали из толпы и горланили, что вот где пришла погибель для православного христианства, без суда и следствия расстреливают. Христиане православные, внемлите глазу Божьему, хрипел детина в суконной поддевке. Погибель будет погибель. Советы депутатов объявились, что брезню учинить внемлите. Родственники Ясаула Могилева, пожилая жена в черном, мордастая дочь на выданье, невестка с младенцем на руках и сын, чиновник городской думы, подвывали на весь переулок, чтобы добрые христиане прониклись скорбью и печалью. Гроб окуривал ладаном дьякон, длинный, с бычьим голосом, покрывающим гундоса и тявканье священника, скрюченного старичка, затертого толпою. Со стороны гостиной от песочной двигалось похоронное шествие с тремя гробами трусковых. Обитые черным крепом, гробы качались на руках почтенных гаража. Голова ротмистра трускова утопала в живых цветах, доставленных из домашней оранжереи миллиончика гадалова, свой свояка видит издалека. Три гроба должны были соединиться с гробом Ясаула Могилева, но театральный переулок до того был забит, что шествие, как в стену, уперлось и остановилось, закрыв проезд по гостиной. Три деревянных креста...